Продолжение следует... И, естественно, это время связано с серьезнейшими потрясениями, серьезнейшими изменениями. Меняются не только общесоциальные взгляды, меняются и физические константы того пространства времени, в котором мы существуем. Произошло изменение и происходят гравитационные постоянные константы Больцмана и так дальше. То есть то, на чем держалась вся ортодоксальная физика. А физика является основой мировоззренческого понимания наших людей, нашей цивилизации, к тому, что же есть на самом деле цивилизация и где мы находимся. Естественно, вот эти перемены, они настолько серьезны, что основная масса людей просто не в состоянии будет понять, что же происходит, что меняется. И, как результат, основная масса людей будет просто в качестве биомассы убрана с Земли. Это происходит сейчас на наших глазах. И поэтому те катаклизмы, катастрофы, которые происходят, это закономерный процесс. И мы с вами рассмотрим ряд таких закономерных процессов. Алгоритмация эволюции нашей цивилизации извне. На протяжении наших занятий мы рассмотрим практически все основные направления жизни людей и те ошибки, которые были допущены. Также мы рассмотрим с вами взаимосвязь внеземного разума с ходом нашей эволюции и влияние внеземного разума на происходящее здесь на Земле процессы. На многих конференциях, конгрессах и в прессе, посвященных этим вопросам, отмечается негативное влияние, практически во всех случаях, негативное влияние эволюции, на ход эволюции со стороны внеземного разума. И вот мы с вами постараемся понять, почему же это происходит. В одних из первых номерах газет нашей были статьи, посвященные, к примеру, трагедии на Гагальницком переезде 26 сентября в прошлом году. Сейчас у нас этих газет уже не осталось, к сожалению. И там мы подробно дали анализ, выезжали на место этой катастрофы и дали тогда уже анализ происшедшего, что это была целенаправленная акция так называемого изъятия. В настоящее время рассматривается на международных конгрессах в основном два типа изъятия, ротационные, так называемые, в которых участвуют до нескольких миллионов людей ежегодно у нас на Земле. То есть ротационное похищение – это изъятие, проведение биологических экспериментов и возвращение человека назад. Наш анализ показывает следующее. Нам приходится работать и сюда, несмотря на вот эти жуткие условия, приходят разные люди и, в частности, все сферы управления. Так вот, наш анализ показал следующее, что в основном, в первую очередь, всевозможным видам воздействий подвергаются люди, находящиеся в сфере управления. И, соответственно, через них эти программы далее потом тиражируются на всех. То есть это и Верховное, как говорится, управление и КГБ бывшего, и теперь ФСБ, и милиция, и налоговые инспекции, и мэрия, и областная администрация. То есть все они прошли зачастую даже ротационное похищение. И, естественно, те социальные, политические процессы, которые разворачиваются на наших глазах, это как раз и есть закономерный ход вмешательства в нашу эволюцию. Анализ по каганинской катастрофе показал следующее. Мы составили натальные карты погибших детей и выживших детей. За время нашей школы мы смонтируем видеоматериал, то есть интервью родителей погибших детей, интервью с детишками, которые выжили после этой катастрофы. Ну и покажем этот вам фильм здесь. Так вот, все погибшие дети, это с астрологической точки зрения люди-мутанты, у них от 1 до 3 планет на границе перехода между домами астрологическими. И у всех погибших детей восходящий лев. То есть это мощнейший творческий потенциал, мощнейший. У всех детей были склонности к рисованию, пению, игры на музыкальных инструментах. У ряда ребятишек были очень высокие способности в радиоэлектронике, в ремонте техники. И вот в этом фильме мы постараемся показать именно то, что это все произошло не случайно. Скажем так, вероятность того, что эти дети оказались в одном автобусе, значительно меньше, чем если бы в этом автобусе ехали одновременно Брежнев, Сталин, Хрущев, Никсон, Горбачев, еще кто-нибудь из всех этих. То есть вероятность ниже. Все семьи погибших детей съехались в эти 4-ю и 5-ю бригады совхоза Вильямса, съехались со всех точек бывшего СССР. То есть это изъятие подготавливалось задолго даже до рождения детишек. Шла целенаправленная методичная программа по изъятию. Ну и естественно водители тепловоза и водители автобуса находились в состоянии мощнейшего зомбирования. То есть дети, которые выжили и сидели в частности рядом с водителем, они показывают в своих интервью, что когда автобус заглох на самом переезде, водитель сидел выключенный и не предпринимал никаких попыток завести и сдвинуть автобус в место. Несмотря на то, что дети кричали и требовали, чтобы хотя бы он открыл двери. То есть эта ситуация произошла здесь у нас, но она в принципе типичная. И все катастрофы, все аварии, все катаклизмы, которые происходят, они не случайны. Вообще ничего случайного на этой планете не существует. За время работы нашего центра нам удалось разобраться во многих аспектах вот этого вмешательства, этого внедрения сюда программ. И мы с вами рассмотрим, как методично, целенаправленно на протяжении тысячелетий эти программы внедрялись в наше сознание, в наш быт на всех уровнях. Рассмотрим мы с вами и что такое религии, рассмотрим ряд обрядов из нашей повседневной жизни, рассмотрим мы социально-политические процессы, их закономерный, планомерный ход. Ну и естественно постараемся понять, почему же это все происходит. Вот почему так негативно внеземной разум оказывает влияние на ход нашей эволюции. За время работы ежедневной, кропотливой работы с каждым пациентом, нам удалось выяснить следующее. И мы с вами дальше рассмотрим основные вот эти вот законы многомерного мироздания. Есть возможность не только просматривать прошлое и будущее, но и активно влиять на прошлое и на будущее. Мы с вами сейчас тоже живем, вот смена эпох, и прекрасно вы наблюдаете, как меняется не только настоящее, но и меняется прошлое. Например, уже в вышедших новых учебниках истории для школы уже приводятся материалы о том, что не было никакого татаро-монгольского ига. А как раз было наоборот. То есть татаро-монгольское ханство находилось под нашим игом и нам платило дань. Что тот же Петр Первый внес настолько жутчайший негатив в развитие нашей страны, что последствия, целенаправленные последствия до сих пор поддерживаются. Ну и так далее. То есть история сейчас полностью пересматривается. Например, в прошлом году одному из смотрителей Лондонского музея национального взбрело в голову опуститься в нижнее охранилище и порыться в них. И в привезенных археологических раскопках, которая вот экспедиция была английская в 11-м году в Египет, раскопки из египетских пирамид, были привезены манускрипты на древнегреческом. То есть Евангелие от Матфея, натуральное. Естественно, там никаких овец закланных и рабов божих и близко не было. То есть Библия была специально переписана и перетрактована именно в том виде, в котором она сейчас была выгодна соответствующим магическим кланам. В частности, масонской ложи. Рассмотрим мы и эти вопросы с вами в частности. То, что все религии, все секты религиозные в настоящий момент представляют собой просто те или иные крылья одной единой масонской ложи. Управляемые, в частности, через Шамбалу. И что так называемые великие духовные учители, а Шамбалы и есть, в частности, тот астрально-ментальный канал насильного внедрения в нашу эволюцию. Естественно, на всех уровнях нашей эволюции люди стремились к раболепию, люди стремились к какому-то подчинению. Забыл о том, что есть один и единый закон мироздания, справедливый для всех. То есть это закон о неприкосновенности воли индивида и неприкосновенности воли всей цивилизации в целом. Все, что происходит сейчас на Земле, стало возможным только с подачи, с согласия нашей собственной цивилизации. То есть мы сами по своей глупости дали добро на то, чтобы вот такая ситуация разворачивалась и происходила с нами на Земле. Никто в этом не виноват, кроме нас самих. И как результат этого произошла такая ситуация. Наша цивилизация в данный момент представляет как бы онкологическое образование на теле живого разумного организма планеты Земля. В результате этого включились все иммунные механизмы по нашему уничтожению. И то, что сейчас вот с нами происходит, это опять же закономерный процесс. Естественно, наша школа будет проходить не для того, чтобы рассказать вам всем, как все жутко и страшно, в какой критической ситуации все мы находимся, а для того, чтобы выработать каждому, в частности, из вас концепцию прохода через вот этот рубеж между двумя эпохами. У китайцев в свое время было проклятие. То есть они своим злейшим врагам желали, чтобы те жили при смене эпох. Вот мы с вами живем в это самое время. И, естественно, опять же, эти процессы не случайны. Каждый из вас за свое предыдущее реинкарнационное воплощение наделал такого, чтобы сейчас при смене эпох постараться это все отработать. Рассмотрим мы с вами и вопросы, что такое карма, что такое реинкарнационные циклы, и какие извращения в эти понятия были привнесены, для чего это было сделано и кому это было выгодно. В ходе вот нашей школы постараемся с вами уяснить следующий, серьезнейший момент, почему мы и с вами эту школу с данного понятия начинаем и будем ее заканчивать. Есть такая заповедь, и вы прекрасно знаете, не судим и судим не будешь. Все религии, которые вышли из древнего герметизма, имели свои единственные корни, именно эзотерическое знание. И когда возникали эти религии, современные нам, которые мы наблюдаем, их предназначение было донести до людей, не прошедших инициацию в эзотерические кланы. То есть эти люди назывались профанами. Профан – человек, не прошедший инициацию. То есть донести эзотерические знания в упрощенном, адаптированном виде до профанов, то есть до всех. Так, со временем произошла трансформация, и это опять же закономерный процесс, целенаправленный был на Земле, чтобы любая эзотерическая школа после смерти основателя трансформировалась на 180 градусов. Для того, чтобы люди не могли до конца, как говорится, осознать. И вот и после ухода Гермеса, Меркурия Тресмегиста, произошла трансформация. Вместо начального обучения эзотерическим знаниям, религии превратились в политические институты. Тем самым, естественно, попали под влияние масонской ложи, которая также вышла из эзотерики Древнего Египта, и вместе с масонской ложей попали под внеземное влияние через Шамбалу. Заповедь «Не суди и судим не будешь» в эзотерике означает следующий закон. И этот закон один из важнейших, один из основных законов, который позволяет понять, как же все работает, как все происходит. Эзотерика древности подразумевала то, что мироздание не есть четырехмерный континиум, который мы привыкли со школьной скамилость принимать, длина, ширина и высота, и плюс четвертая координата время. А мироздание есть многомерный, живой, разумный организм, частью которого, клеточкой биологической, является, в частности, и человек. То есть здесь и были даны тогда уже определения, что все малое содержится в великом, все великое отображено в малом. То есть лучше формулировку нельзя было тогда придумать, скажем, для ДНК. То есть это прекрасный определитель, что такое есть ДНК. Мы с вами потом рассмотрим и что такое клонирование, вот нашумевшее за последнее время, хотя клонированием ученые занимаются уже с конца 30-х годов. Сейчас это просто как бы отдача, всплеск, рассекречивание этой информации. Так вот, ДНК и позволяет создать точную копию всего организма без полового оплодотворения. Разберем мы с вами эти вопросы. Так вот, многомерность мироздания была известна давно. И один из законов этого многомерного мироздания был зашифрован за заповедью «Не суди, судим не будешь». Этот закон означает следующее, что в высших метриках, за четырехмерием, астрально, ментально, тем более духовные планы, не существует времени, расстояние и понятие массы. Все происходит мгновенно и на любом расстоянии, с любыми объемами, с любыми массами материи, на любом ее отображении. То есть вот этот закон, эзотерический. Этот закон позволяет, в частности, следующее. И осуществлять дистанционное воздействие, дистанное воздействие, еще другим словом называется, в частности, при целительстве. Это и проведение общих сеансов, то бишь, возможность создания сколь угодного великого числа собственных фантомов на любом расстоянии от себя, мгновенно. То есть не имеет абсолютно значения, на каком расстоянии от, скажем, энио-корректора находится пациент. В полуметре, в двадцати метрах, или вообще в другой галактике. Все происходит, коррекция в частности, происходит мгновенно, на любом расстоянии. И вот, исходя уже из этого закона, вот, свойств высших метрик мироздания, мы пришли к выводу, и это пробировали и проверили на многих ситуациях. Это то, что есть возможность, и она давно осуществлялась, в частности, в негативную сторону, влияние на ход нашей эволюции. Естественно, если понимается этот механизм, то можно оказывать и обратное действие. Один из примеров. Временной поток условный для нас, координата времени, условный для нашего четырехмерного пространства. К нам сегодня, скажем, в 16 часов 30 минут приходит пациент. Жалоба на состояние здоровья. Мы начинаем разбирать причины, почему у него те или иные патологические состояния в жизни. Выясняется, что наряду с многими другими негативными ситуациями, стрессами, у него была авария, скажем, 10 лет назад. В результате этой аварии машина полностью разбита в дребезги, ну, скажем, представьте, на скоростью 120 км в час влетает под встречный КАМАЗ. Машина разлетается в дребезги, сидящая в машине получает легкие осадины. То есть, вроде бы, невероятная ситуация. Но если мы составляем событийные натальные карты на события сегодняшние, на 16.30, связанные с этими людьми, и на то событие, которое произошло на момент аварии с ними, выясняется следующее. Существует временной проход, отсутствие времени. И пациенты эти пришли именно к нам, именно сегодня, именно в 16.30, для того, чтобы мы и сегодня провели коррекцию туда, в прошлое, и они остались живы. Но при этом они, естественно, обязаны прийти к нам сегодня, чтобы остаться живыми 10 лет назад. Но это только маленькое такое начало. А для чего они остались живы, должны были остаться живы? А потому что через них сюда, в материализацию, должна выйти продвинутая сущность, там, в будущем еще. И чтобы ей помешать выйти в будущем, было оказано внешнее воздействие, еще дальше, в прошлое. Скажем, этот человек, который сидел за рулем, проехал, или ему кто-то там подрезал дорогу, или кто-то обляпал его на ходу, заставили, спровоцировали его раскрыться и проявить негатив по отношению к кому-нибудь. То есть этот негатив был сделан, вот скажем, в этой точке, для того, чтобы спровоцировать аварийную ситуацию и не дать этим людям, как говорится, погибнуть. Для того, чтобы вот этот не смог сюда выйти в материализацию в данный момент. То есть поэтому принцип энергоинформационной коррекции, то, как работает здесь, в нашем центре, он радикально отличается от всего того, что известно в эзотерике. Вот на настоящий момент. Он радикально отличается. При этом в коррекции могут находиться перед вами стоит вроде бы один пациент, а в настоящий момент через него, через работу с ним могут быть задействованы миллионы людей, так как работа идет не только со всеми участниками, как в прошлое, так и в будущее, а плюс также по всем параллельным реинкарнационным отображениям, как в прошлое, так и в будущее. То есть задействованы могут быть одновременно миллионы людей. Поэтому принцип энергоинформационной коррекции требует от человека величайшего внимания и величайшей осторожности. Мы с вами дальше это будем разбирать на протяжении школы, но это тоже очень сложнейший для понимания вопрос, что чем меньше энерго корректор заинтересован в результатах коррекции, тем выше результат. Чем меньше вы хотите помочь пациенту, чтобы он выздоровел, тем больше у него шансов это сделать. Чем меньше у вас заинтересованность, скажем, отодвинуть или аннулировать какую-нибудь надвигающуюся катастрофу или катаклизм, чем меньше вы вкладываете свое эго в этот процесс энергоинформационной коррекции, тем выше результат. Как только у вас появляется заинтересованность в ходе коррекции, тем самым вы эту коррекцию перечеркиваете. То есть естественно после того, как нас столько приучали к сочувствию, к сопереживанию, сложно от этого развернуться, уйти. Но все, чему нас учили, это просто результат воспитания вот именно овец закладных, стада, которое не должно убегать из поля зрения пастуха. У пастухов есть такой термин, который пасут овец, баран курчак. И всегда в стаде, которая формируется, в новом стаде появляется такой баран. В чем его такая специфика? Вот это стадо пасется, пасется, щиплет травочку, нормально, чабан уже задремал, и вдруг этот баран курчак задирает морду кверху и начинает бег. Причем он может бежать и 10, и даже 20 километров, естественно, уводя за собой все стадо. И вот любой чабан старается этого барана курчака первым пустить на шашлык. Ему невыгодно гоняться за этим стадом, понимаете, ему выгодно, чтобы стадо было здесь рядышком. И этого покорного для внешнего пастуха стада. Мы с вами потом внимательно на следующих занятиях прочитаем Библию, бытие. Первая три листика. И посмотрим, насколько уже в этих трех листах бытия, насколько с издевкой изложен весь материал по отношению к роду человеческому. С каким пренебрежением, с каким издевательством все это написано. Мы с вами на более поздних занятиях к этому подойдем и почитаем уже вот именно в этом ракурсе свободной воли, а не слепого раболепия. Почему же вот происходит вот эта ситуация у нас на земле и почему она вообще смогла возникнуть? Мироздание многомерно и к этому пониманию мы наверное перейдем уже на следующем занятии в следующую субботу рассмотрим вот эту всю пирамиду многомерности и основные носители информации в мироздании то есть как информация записывается как она передается ведь для многих это до сих пор секрет хотя термины информационные поля уже мелькают в любой газетенке даже в желтой прессе спокойно апеллирует информационные поля а как эта информация записывается как она воспринимается как она хранится и где то есть об этом нигде не написано то есть мы вот с вами как раз и постараемся в этом разобраться то есть задача нашей школы не просто рассказать и научить тем более человека делай раз делай два как школа джун три раза так махнули четыре раза так махнули два раза топнули три раза хлопнули и вот голова перестала болеть то есть мы с вами как раз будем выходить постоянно на причины почему возникло то или иное состояние разберем в частности с вами и кармические преступления нашей доблестной ортодоксальной медицины которая за всего 150 лет существования смогла полностью практически уничтожить генофонд нашей цивилизации то есть медицина оказалась резиновыми перчатками на руках вот этих вот самых друзей и через медицину как раз все это было организовано посмотрите у нас есть запись фильма конструктор красного цвета то есть чем занималась наша доблестная медицина и каким образом это все потом тиражировалось на весь генофонд в частности и переливание трупной крови которая практиковалась уже с 46 года даже с 30 30-х годов уже институт Слепозовская разработала эту методику и далее шло переливание трупной крови в частности и пересадка органов которая сейчас приняла широчайший размах разберем к чему это все прибудет каким катастрофическим последствиям но для начала посмотрим почему возникла агрессия со стороны мироздания многомерного многоликого мироздания почему возникла агрессия и как этот весь механизм сейчас работает против нас самих как он осуществляется если скажем на локальном участке земли существуют соответствующие биологические объекты сложившиеся такой и растительные и животные социумы все это находится в равновесии ну к примеру мышки расположены вот мышиная норка на расстоянии 10 метров друг от дружки и задача мышей как деструкторов заключается в том чтобы контролировать участок вокруг собственной норы если происходит преувеличение численности каких-нибудь злаковых то задача мышей сократить то есть привести это все к норме вывести в норму энергоинформационный обмен через дальний локальный участок земли кроме того у мыши еще другая грандиозная задача как у деструкторов сохранить эти злаковые у себя в норы если скажем после дождя ударяет резкий мороз как это у нас уже неоднократно бывает в наших особенно районах то верхний слой промерзает и семена гибнут но мыши которые успели спрятать эти семена на глубину полметра то и глубже до метра в норке они тем самым сохраняют эти зерна за время зимы зерно активируется энергетикой этих мышей и весной прочищая норки мыши выкидывают эти семена на поверхность то есть тем самым сохраняется генофонд вот злаковых на данной территории но если происходит локальный перекос то деструкторы они всегда готовы к увеличению резкого потомства то есть мышка вместо нормы там 2-3 мышонка в помете дает до 12-16 мышат если происходит резкое увеличение злаковых почему потому что это не соответствует энергетике данной местности возьмите мешок зерном вот на базаре где торгуют потом как у вас начнет работать сенсорика за время наших общих сеансов на каждом занятии попробуйте мешок зерном то есть он тянет на себя жутко энергетику зерно для того чтобы взойти ему необходима энергетика активации поэтому если мы взяли и засеяли всю площадь одним зерном то мы совершили в физике и математике есть это понятие распределения галуса совершили колоссальный перекос энергоинформационный на данном локальном участке земли соответственно задача мышей ликвидировать этот энергоинформационный перекос и привести все в норму ну и всех деструкторов в том числе и долгоносики и кто там только этим зерном не питается и мелкие бактерии которые пожирают это зерно то есть на всех уровнях начинается массированная атака и вот теперь рассмотрим вот далеко ходить не надо наш бытовой уровень в газету этот материал тоже хочу подготовить пустить и есть фотография мусорник снег растаял весной и возле жилого дома горы мусора что получается деструкторы обязаны уничтожить эту гору мусора деструкторам относятся и те же тараканы которых 35 миллионов лет ничего на земле не могло изменить не тем более наши какие-нибудь китайские карандашики муравьи мыши крысы вороны то есть это деструктивная часть биологического вида их задача поддерживать равновесие генофонда если где-то происходит переувеличение чего-нибудь то значит соответственно деструкторы резко это все возвращают в норму ну если мы скажем засеяли поле пшеницы резко увеличилось поголовье мышей резко увеличилось количество мор но потом мы перестали сеять зерно на этом участке что происходит за этими деструкторами наблюдают следующий уровень деструкторов контролирующих сволы лисы копчики ястребы которые опять возвращают все в состояние равновесия и так дальше вот теперь смотрите что происходит мы не думая о энергоинформационном обмене в мироздании мы попытались себя поставить выше всего выше всех и умнее всех как результат мы оказались глупее всех и собственными же руками подготовили собственный же конец света то есть никто нас не заставлял но вот этот механизм иммунитета против нашей же собственной глупости кто запустил само мироздание никто сюда на облачке не пролетит и не будет разбираться извините кто в этом болоте у нас больше запачкался кого в рай кого в ад земля это и есть вот в одном изображении многомерности это и есть тюрьма чистящая то есть хуже уже не бывает есть уже совсем другой качественный переход а мы вот со своей точки зрения со своего эгоизма все время пытаемся что-то разделить на белое и черное хорошее и плохое не бывает в мироздании хорошего плохого полезного или вредного и понятие белое и черное это сугубо абстракция то есть есть условно группа созидательных процессов а есть условно группа деструктивных процессов то есть то что называют у нас опять же условно белое и черное иду я как-то по улице навстречу мне один целитель ясновидящий ой какой ты сегодня лучезарный прямо светишься сияешь прямо на тебя любо посмотреть через 20 метров я встречаю другого где ты такой черноты набрался просто все зависит от того откуда смотреть что такое хорошо что такое плохо любовный треугольничек так называемый овечка человек и волк для человека волк и овечка для человека волк плохо да он хочет скушать нашу овечку овечка хорошо она дает нам мясо шерсть для волка человек плохо он не дает он не дает ему скушать овечку а овечка для него хорошо это мясо это жизнь а овечке извините абсолютно без разницы кто ее волк или человек и вот поэтому человечество вот оно ушло в глупое заблуждение разделение вот только биполярное мышление двуполярное хорошо и плохо помните Маяковского да крошка сын пришел к отцу что такое хорошо что такое плохо абстракция то что хорошо сегодня оказывается плохо вчера и наоборот то что было прекрасно вчера совершенно неприемлемо сегодня понятие красоты это тоже абстракция вспомните фильм показывали как Петр первый рап поженил да заноси толстомясую царь едет то есть губановская женщина на 120 на 160 кило понятие красоты было сейчас наоборот чтобы ноги от ушей и больше ничего то есть совершенно меняется понятие и красоты вот в этом ракурсе у нас есть старый журнал вокруг света там проведена фотография африканские красавицы в уши вот такие кирпичи цепляют а в рот должен влазить диск диаметром 23 сантиметра они с детства тренируются чтобы вот такие губы были то есть для них это красиво ну и помните тоже фильм сеньора бензон когда эта аборигенка увидела фотографию женерит это что воин твоего племени то есть все вот эти понятия они сугубо абстрактны поэтому смотреть нужно на все события на все явления в много мере и тогда становится понятным что же происходит на самом деле то есть можно себе представить что истина это сердцевиночка цветка да а вот эти лепестки это и есть многомерные взгляды на происходящее то есть нужно уметь посмотреть отсюда и отсюда и отсюда со всех сторон вот тогда складывается уже единая целая концепция но опять же то что являлось истиной вчера не является истиной сегодня и не бывает вот извечных истин которые нам пытались тысячелетиями навязывать не бывает истина это есть отношение социума к данному происходящему в настоящий момент поэтому если меняется скажем свойства пространства времени а это происходит и при смене эпох например и той же Библии если мы рассмотрим Ветхий Завет и Новый Завет там идут радикальные изменения до 180 градусов разворот если Ветхий Завет говорили кто не против нас кто не с нами тот против нас Новый Завет Христос приносит абсолютно новый энергоинформационный закон кто не против нас тот с нами если Ветхий Завет око за око зуб за зуб Новый Завет через Христа новые законы энергоинформационные ударили по одной щеке подставь другую то есть радикальный разворот вот и получается что периодически происходят вот эти развороты и то что являлось истинной это как касательное вчера может противоречить полностью понятию истины сегодня то есть умение в многомерии рассматривать процессы и позволяя человеку стать эзотериком то есть убрать полностью свое эго к происходящему по отношению убрать свое эго научиться мыслить просто категориями без личностного отношения мне вот этот пациент не нравится я его с ним работать не буду то есть нет вот этих здесь понятий никакого личностного понятие добра и зла опять же сугубо абстрактный процесс колхозники запахали на 100 гектар больше чем это вообще кому было нужно перевыполнили план для чего а для того чтобы извините уничтожить верхний слой гумуса закатать его засыпать удобрениями отравить всех кто там жил до этого вырастить урожай который извините потом просто сгноился всего-то навсего почему у нас появился тот же колорадский жук шикарный деструктор да нет на него никого с ним единственное борются фазаны птенцы фазанов но американцы это делают следующее они поле с картофелем огораживают низенькой сеточкой и пускают туда самочку фазанов с выводком фазанят они как раз этих личинок очень любят но представьте такую ситуацию в наших условиях да и пазанов и сеточку и картошечку не просто так сейчас вот эта ситуация с огородами и с фазендами развернулась тоже не просто так если колхозники в былые времена работали вставали они до рассвета и работали так часиков до 8 до 9 а потом вечерочком то всех горожане сейчас выезжают как раз тогда когда солнце находится в зените и наиболее тонкий слой защитной атмосферы а озоновый слой мы загасили своими аэрозолями и фривоном из холодильника то есть все выезжают сейчас получить как говорится наиболее максимальную дозу радиации а потом жуткий всплеск онкологии кожи и просто онкологии то есть идет целенаправленный методичный процесс нашего самоуничтожения и вот теперь рассмотрим что же такое созидание что такое деструкция что такое хорошо что такое плохо для нас моль это плохо да скажем пожирает наши шерстяные изделия но что такое шерсть шерсть содержит во первых ДНК волосы шерсть содержит ДНК перья птиц это самый медленно разлагаемый вот в природе биологический материал и если не было бы моли то наша бы земля вся была бы уже за миллионы лет усеяна слоем шерсти перьев волос и так дальше то есть задача моли как раз и заключается в том что как только труп животного появился мухи свои личинки закладывают начинается процесс деструкции моль свои личинки закладывают эти личинки перетачивают перезаписывают информацию в частности из ДНК заключенной в шерсти что делаем мы ну для того чтобы например меховые изделия дольше сохранялись шкуру сдирают живых животных то есть не дай бог животное умрет нужно пока оно еще живо содрать с него этот мех естественно все это меховое изделие так и запечатлевает на себе вот информацию о боли о страхе перед смертью ну идет человек скажем кроличья шапка а эти кролики так на астральном плане и верещат понимаете или медвежья шуба а люди потом удивляются что это мне так плохо что это у меня голова болит почему у меня вот это да потому что извините за все всегда нужно платить и вот задача моля как раз и есть там где существует шерсть где не отпущен астральный план этого умершего животного проникнуть туда и переработать задача тех же муравьев переработать задача тараканов переработать у всех деструкторов и вообще у всего живого великолепно работает третий глаз то что люди сами у себя закрывают не кто-то там нам должен его открывать его не надо закрывать в первую очередь своим детям практически у каждого ребенка при рождении третий глаз работает то есть выход работы с информационными полями и многие школы которые вот возникли за последние десятилетия когда всяк всевозможные учителя и гуру берут на себя смелость судить вот этому можно открыть третий глаз а вот этому нельзя открыть третий глаз то есть они забывают законы энергоинформационного обмена в частности вот зашифрованы за заповедями судей судим не будешь то есть третий глаз как мы с вами потом к этому подойдем это полностью наше физическое тело полностью от всего тела заканчивая элементарной частицей квантом энергии внутри нас то есть это все есть третий глаз это есть синхронизация с информационными полями так вот возвращаемся к деструкторам если бы их не было извините мы бы уже все в кучах дерьма собственного погрязли потому что ни одно разумное существо не додумается гадить там где живет ни одно разумное существо не додумается размещать в сфере своего обитания всевозможные отравляющие промышленные комплексы сейчас в Ростове например свинцом поражено не взирая даже на асфальт через асфальт до 50 сантиметров грунта заражено свинцом через бензин потому что добавляется тетраэтил свинца хоть и сейчас ведется мнимая борьба с этим но все равно это все продолжается то что сейчас происходит с промышленностью с нашей это закономерный процесс по многим показателям сейчас частота воды воздуха грунта возросла в 50-60 раз то есть из-за того что остановились вот эти монстры а все эти монстры производили зачастую никому не нужную продукцию одноразовые комбайны понимаете наш доблестный рассельмаш когда комбайн мне приходилось на нем работать когда комбайн разваливался уже полностью только сходя с конвейера вот его стаскивают с конвейера начинает качаться и полностью рассыпается при этом что вот если полететь туда в сторону Сальск Сальские степи и дальше самолеты эти места просматриваются знаете как танковое сражение под Прокровкой потому что эти комбайны и трактора никому не нужны их туда стаскивают и огромная территория вот этого ржавеющего железа стоит и никто не собирается это все сдавать металлолом и вот почему включается деструктивные процессы в частности этот колорадский жук дело в том что наше сельское хозяйство выдавало еду то есть употреблялось в пище только максимум 5% картофеля все остальное просто гноилось просто гноилось и поэтому сейчас и включился колорадский жук для того чтобы люди начали думать ребята а зачем вы запахивали все вот эти территории когда я занимался аэрокосмической связью то есть ну многие участки территории земли приходилось просматривать в частности ростовская область это вот карта ростовской области вся как будто школьная тетрадка в клеточку только дороги реки и города все остальное запахано полями было при этом трубили страниц газет с экранов телевидения собрали 16 центнеров зерна с гектара и ни до кого не доходило а почему не сказать в килограммах с квадратного метра да более приличное нам или в граммах с квадратного метра для чего в центнерах да еще с гектара а потому что не у каждого хватит терпения взять и пересчитать это все привычные нам меры а в привычных мерах получается следующее это полстакана пшеницы с квадратного метра полстакана пшеницы это три колоска то есть результат чего мы вот этими своими огромными тракторами и жуткими комбайнами топтали всю землю заливали ее мазутом заливали ее пестицидами гербицидами уничтожили всю живность для того чтобы получить три колоска с квадратного метра для того чтобы только 5% там картофеля шло в пищу остальное просто гноилось в бунтах для чего тогда такое интенсивное сельское хозяйство а для того чтобы уничтожить землю то есть человек явился самым жутким варваром самым жутким деструктором мы понастроили свои заводы там где были зоны благоприятного обхода энергетики и разместили в патогенных зонах свои предприятия сольц кубыта и больницы например тот же Кулешовский комбинат жутчайшая была патогенная зона то есть нельзя в тех местах было размещать эти объекты но мы их там размещаем как это происходит вот мы с вами за школу рассмотрим весь этот грандиозный механизм само нашего уничтожения по собственной же глупости по собственной глупости никто нас не заставлял как это все включается в многомерном мироздании это не кто-то сидит контролирует и смотрит что вот он дал команду сюда запустить скажем вот эти тарелки там классификатор 5 или классификатор 11 и чтобы через них провести вот такие программы облучения такие программы зомбирования это единый живой организм какие клетки мозга отвечают например за то что когда вы коснулись чего-то горячую руку отдергнули да можно выяснить но сработал весь организм с одной стороны чтобы сохранить не дать погибнуть этим клеткам кто дал команду опять же весь организм в целом да можно просмотреть конкретные цепочки а через какие именно клетки центральной нервной системы проходили эти команды и на каком уровне это все происходило то есть поэтому нужно искать не врага кто сделал кто поставил порчу а за что ее поставили где была совершена глупость почему включились вот те или иные деструктивные механизмы вот рассмотрим сейчас с вами этот многомерный иммунный механизм мироздания ну понятие опять же черного и белого абстракция для одного это вот такая амплитуда его мост а для другого это практически граница перехода алкаш лежит под забором открыл глаза смотрит на дороге играется ребеночек а кто-то поставил автомобиль на ручной тормоз не поставил машина покатилась и на этого ребенка ол доковырил до дороги вытащил этого малыша родители с благодарностью ему ну что дали деньги там он пошел купил бутылку и через полчаса своего собутыльника за то что тот выпил на глоток больше этой же бутылкой и прихлопнул то есть для него это амплитуда что туда что сюда ему носят то есть черное белое без разницы дальше мы с вами когда разберем реинкарнационное перевоплощение что их не бывает фиксировано но поле событий отображает на человека то есть стремление только скажем в белое абстрактное стремление вот я вот приводит к тому что в следующем воплощении вылет полностью в черное для этой цели в частности были организованы религиозные направления в частности монастыри то есть скажем работницы сейчас ночные бабочки так называемые сутемеры прошлых реинкарнация в монахи и монахишки то есть искусственно ушедшие от жизни от понимания законов равновесия и законов сохранения ушедшие искусственно в следующей реинкарнации вылетают в противоположную ситуацию и наоборот те которые сейчас работают по ночам обязательно потом для них будет вот такая искусственная изоляция почему и непонятные такие слова есть в Библии вообще Библию нужно очень аккуратно читать вот попробуйте хотя бы одно Евангелие кажется вам задание такое надо хотя бы одно Евангелие возьмите и отдельно выпишите прямую речь Христа ну или хотя бы прочитайте без комментариев апостолов одну прямую речь Христа вы получите совершенно другое произведение как говорится и литературное и смысловое совсем другой появится смысл если вы уберете вот эти все комментарии написанные значительно позже так вот Христос говорил такие слова Богу угодны не безгрешные но раскаившиеся то есть если человек понимает то он поднимается в своем развитии своей эволюции продвинутой сущности не надо понимаете осознавать что да вот если человека под топором по голове стукнуть то он умрет и потом все остальные на тебя говорится будут выступать и осудят он уже знает просто ментально что этого делать не нужно у него скажем и мысль не возникнет пойти бы ему зубы пересчитать все то есть уже этой мысли не возникнет с другой стороны те которые здесь находятся скажем и люди принимавшие в матхазанском проекте Хиросима и Нагасаки сколько там было в Хиросиме 500 тысяч 501 тысяч это какая разница то есть тут амплитуда вот такого размаха то что в следующую инкарнацию они все повылетали даунами или прочая онкология от рождения сразу же то есть приходилось нам с такими детишками работать когда естественно медицина абсолютно ничего не понимает родители не пили не курили а груднички рождаются с жуткой формой онкологии когда опухоль представляет собой практически все его тело то есть разрывает сжирает полностью и это вот данные по 92 93 году когда еще рождаемость была в месяц в Ростове 30-40 детей умирало от таких форм онкологии то есть никто же не думает что живем то не один раз а глупости делаем так как будто вот один раз вывалились сюда непонятно откуда и непонятно куда уйдем что за все приходится расплачиваться за все то есть ничего случайно не происходит но еще раз при этом на все процессы нужно смотреть не с точки зрения мне нравится или я хочу а с точки зрения наибольшей целесообразности не только для нашей цивилизации а для всего мироздания то есть это естественно сложный процесс перейти вот от привычного нам этого мышления как говорил Горбачок к новым пониманием как же срабатывает теперь вот этот механизм иммунитета против человека против нашей цивилизации мы организовали во дворе кучу вот он локальный энергоинформационный перекос задача любого деструктора этот энергоинформационный перекос ликвидировать я уже говорил о том что у всех деструкторов прекрасно работает третий глаз то есть видение во вне времени как в прошлое так и в будущее если бы у людей это все было нормально если бы мы своей глупости не закрыли то мы бы не довели цивилизацию до этого тупикового состояния деструкторы видят третьим глазом как и все все живое все птицы все животные у всех великолепно работает третий глаз сколько диссертаций написано собака чувствует запахи вот стольких то вещей да она не запахи чувствует она видит астральный план того человека который скажем бежал и через лет надо взять запах это первичная информация первичная потом она просто прокручивает собака в информационных полях кто это был и выводит прямо туда тот же петух кукарекает не ориентируясь по каким-нибудь звездам он видит время когда надо кукарекать птицы летят ночью ориентируются не по карте естественно они летят по информационным полям вороны к примеру слетались в былые времена за двое-трое суток до того когда на этом поле произойдет сражение еще полководцы не знали что сражение будет на этом месте и не предполагали а вороны уже сидели и ждали когда же им подадут кушать то есть деструкторы видят информацию и видят энергетику происходящего события так вот если у нас во дворе этот мусорник стоит то он стоит и на астральном и на ментальном плане мы все знаем что да вот куда пойти с мусором из квартиры вот туда вот там стоит мусорник но это перекос это ненормальность поэтому к мусорнику устремляются деструкторы это их святая обязанность этот перекос убрать к мусорнику пошли муравьи тараканы слетелись вороны и так дальше причем многие процессы сейчас происходят на глазах меняются все знают кошка гуляет сама по себе так вот учитывая то что кошек бездомных расплодилось сейчас очень много не хватает особенно в крупных городах не хватает людям кормить домашних животных их просто выбрасывают на улицу так вот по Москве например происходят вообще непонятные процессы для биологов кошки объединяются в стаи для того чтобы отгонять от мусорников собак то есть такого никогда нигде не наблюдалось то есть у них уже вожак кошачий они налетают какие вы там собаки не были на свалке или вот возле мусорника налетают только пух и перелетят в разные стороны от собак то есть такого никогда не наблюдалось то есть деструкторы очень изобретательные вот они все сползлись к этой кучке а нам же не нравится когда тут еще мухи жужжат да мы что хлорочку туда посыпем самая констанция так сказала чтоб мух не было вокруг там чтоб тараканов муравьев все потравили нормально управились но мусор того там все время каждый день значит включается вторая волна иммунитета против вот этого перекоса деструкторы начинают расползаться и искать по радиусу откуда же этот собственно мусор взялся и поползли муравьи тараканы к нам в квартиры мышки крыски поползли откуда же идет поступление этого мусора тараканы еще раз говорю 35 миллионов лет ничего не смогло изменить их ДНК то есть не атомная катастрофа которой покончили атланты не ядерная война которая покончили с собой лемурийцы здесь у нас на земле мы пятая цивилизация но в принципе это все наши реинкарнации там то есть мы уже 4 раза закончили цивилизацию существования ядерным катаклизмом и пятый раз мы сейчас успешно в полном темпе на всех парах к этому несемся тараканы ориентируются не по грязи в квартире не по останкам пищи там или еще что они ориентируются по энергетике ну скажем приходилось не бывать в квартирах актеров но сейчас это конечно этот год особенно поголовно по всему Ростову и вообще везде это уже поголовье тараканов резко возросло в былые времена еще тоже несколько лет назад семья актеров спектакль поздно вечера ну после спектакля как обычно шампанское да утром рано на репетицию посуда вот коммунальная квартира ни одного таракана другие пшикают мажут чистят все блестит только свет выключили топ-топ-топ-топ-топ-топ вот они а потому что тараканы ориентируются на скандальность ситуации на нервозность если в квартире вот живут люди у них все спокойно то тараканов там не будет если вот мир да любовь тараканов не будет ну а сейчас извините мир да любовь вечером телевизор включили и траляля и тролюлю да вам оттуда рассказали а вы то же самое ответили сейчас полностью у всех психоз поэтому тараканы везде идут то есть задача тараканов была следующая они каждый вечер собирались и выходили ну когда же он ее наконец-таки сковородкой по голове треснет и нам будет что кушать всего-навсего то есть это задача этих деструкторов хорошо выяснили эту ситуацию что бесполезно с людьми таким образом бороться и вот тогда деструкторы на себе понесли третью волну иммунитета против человека холера чума дифтерия туберкулез и все остальное с этим связанное для чего для того чтобы уничтожить источник возобновления вот этой кучи мусора что делают люди по своей глупости включаем четвертую волну иммунитета мы начинаем опрыскивать мышей тараканов делать себе инъекции прививки так называемые и первая прививка которую делают ребенку еще в роддоме на второй третий день рождения БЦЖ это химикат который включает в себя соль ртути и соль алюминия то есть БЦЖ полностью убивает иммунитет человека для чего это делается для того чтобы когда мы потом рассмотрим основной ствол программ внедрения сюда в нашу цивилизацию то есть для того чтобы лишить человека иммунитета и способствовать развитию программы СПИД всего-то на всего для этих целей в частности и операции по удалению аппендикса так называемого понимаете у медиков там рудимент хвоста копчик да а почему-то на востоке это называется квандолини первая чакра аппендикса рудимент кишечника а на астральном плане это есть задающий генератор всей иммунной системы многомерной нашей сущности и ни в коем случае удалять нельзя и в ряде стран уже запрещено удаление аппендикса в частности как и применение УЗИ недопустимо на человека тем более в процессе беременности недопустимо то есть что мы делаем вот этим китайским карандашиком напишите матерные слова на стенах потолки и полу таракан прочитает и уйдет ну правильно о чем и речь это тоже цивилизация знаете это тоже цивилизация и до них недомек почему пришли вот какие-то двуногие как на троллейбусах пишут реклама фирмы асфальтируем мир то есть для них это вообще идеал вообще весь земной шар заасфальтировать забетонировать и поставить коробки как Нью-Йорк посмотрите ни одного дерева каменной джунгли идеал красоты то есть мы начинаем через вот эту химизацию уничтожать сами себя ядерные войны не смогли подействовать на таракана он удерживает в 600-800 раз смертельную дозу радиации для человека черепаха вы знаете слышали может быть в 600-кратную дозу выдерживает смертельную для человека а тараканы и того и вот если таракан набирает на себя радиоактивный фон он сбрасывает хитиновый покров просто линяет вот когда вы увидите в квартирах вот таких белых мягких тараканов это значит он уже такую дозу радиации в частности на себя нацепил что он уже сбросил панцирь естественно через химизацию что мы творим пестициды гербициды и прочая дрянь дуст ДДТ знаменитый он практически не разлагается и сейчас половина дуста находится до сих пор в земле а через это уходит в растения а половина дуста находится в илах грунтовых вот этих вот рек а мы с вами дальше будем разбирать как записывается информация на водичку ну так называемая зарядка воды то есть записывается информационная составляющая этот дуст просто лежит на дне химический анализ ничего не показывает информация на воде записана и оказывает негативное влияние на человека это мы с вами дальше будем разбирать провели исследование куда делись хищные птицы выяснилось следующее что ястребов копчиков орлов и прочих сов которые пытаются мышами начался цирроз печени из-за гербицидов и пестицидов то есть эти птицы хищные поумирали из-за цирроза печени вызванного гербицидами и пестицидами но их-то питательном гербициде рационе были мышки мышки ели зерно а мы это зерно едим напрямую кроме того учитывая что закупалось в огромных количествах зарубежное зерно оно не рассчитано оно значительно мельче и хуже канадское американское зерно мельче и хуже чем наше а наша макомольная промышленность ориентировалась на наше крупное зерно зерно стачивается в процессе перемалывания стачится послойно верхний слой это второй сорт следующий слой это первый сорт и ядро зерна это третий сорт а зарубежное зерно перемалывается в бессортицу серая мука для того чтобы выпускать белые батоны муку хлорируют естественно после этого резкий всплеск особенно у детей воспаление лимфатической системы а лимфатическая система в организме в нашем отвечает за выведение тяжелых металлов радиоактивных изотопов ну все и дряни всех шлаков выведения из организма начинается зашлаковка доблестная медицина советовала и сколько направлений голодать поститься диета но уже сейчас и ортодоксальные медики пришли к выводу что голодание недопустимо для организма диета недопустимо питание по графику недопустимо потому что через это прекрасно можно из организма регулируемо выводить те или иные редкоземельные металлы при диетах и голоданиях и тем самым открывать очень легкий доступ внедрению извне чужезодных сущностей и в частности постановки программ зомбирования мы с вами дальше к этому еще раз вернемся что не надо себя привязывать никаким системам ходить по земле по методу Иванова дышать по методу Бутейков туалет ходить по методу там Семенова и пытаться тоже почернуть методу захотели вы сегодня есть поели не захотели вы встали утром да не хочется ничего есть и не ешьте для этих целей были созданы пионер лагеря санатории и доблестная советская армия теперь российская помните да рефлекс Павлова лампочка пим слюна начинает отделяться вставая труба зовет рефлекс почему после армии в частности у всех практически язвы и гастриты но для чего это делается тоже детский сад опять же питание по графику в 7 утра ребенка подняли родители на работу несутся в 7 утра кушать да еще ничего не включилось никаких желаний нет надо потом вымираем итак химизация то есть это искусственное самоуничтожение помните хрущевские времена когда ввели обязательную химизацию и вот уже дали сады людям тогда у нас один из первых садов был за каменкой так вот агротехники прямо ходили и просто нюхали из вашего сада не воняет почему вы не опрыскивали не ну извините вонизм такой был что соседи так вот по радио объявляют сегодня провести обработку такую-то соседи садов наши с двух сторон как в армии химзащиту на себя одевают противогазы перчатки разбалтывают очередную дрянь мы так собираемся побежали один так потом саду и помер сам себя отравил посмотрите вот западный красный город сад кто-нибудь когда-нибудь эти деревья обрыскивал на улице а там все фруктовые деревья когда-нибудь они были червивыми правильно но стоит дерево один раз опрыскать вы убиваете иммунитет у него а у деструкторов специфика следующая достаточно хоть одному выжить он дает полностью устойчивое поколение к этим ядам в былые времена посмотрите яблоки на базаре продавали все подходили ой смотри червивы червивы нет вот эти можно не надо а потом как-то получилась ситуация так наблюдал проезжают ну явно там красный сад или еще какие-нибудь совхозные колхозные яблоки привезли эти яблоки поставили и продавец погнал по рядам бабулечки которые собственных садов попровозили бабушка вот это яблочко можно вот это можно вот это можно все червивые вы выбирали у бабушки для чего для того чтобы эти червивые яблоки положить на кучу своих опрысканных потому что там столько дряни находится что ни один червяк грызть это яблоко не в состоянии смертельно то есть для того а люди тоже стали понимать что что это такое яблочко съел как сказочки спящая царевна брыкс и готов потому что там столько дряни напичкана так продавцы додумались покупают у бабушек червивые или где-нибудь там специально собирают проводят чтобы положить сверху нет посмотрите вот червивые есть да значит еще не совсем отравлено ну уже не будем говорить что все первые фрукты употреблять в пищу вообще нельзя вообще нельзя потому что помидоры напичкаются мочевиной или собственной мочой то что мочевина теперь дорого стоит то есть делается в стебель инъекция шприцом в арбузы селитра в дыне там тоже селитра идет то есть все вот эти первые скороспелые внешне похоже только да причем вы знаете на что даже весовой буржуи додумались сейчас все прекрасно знают что импортные продукты употреблять в пищу нельзя да все прекрасно знают и скажем за пачку нашего ростовского шоколада челноки привозят блок сникерсом синтетически ну пожалуйста шоколад с орехами любимая сказка шоколад с орехами какао продукты состав крупными буквами Москва маленькие буквами Франция точно так же сейчас и Германия и Швейцария и прочее годят то есть под наши этикетки все прекрасно понимают что у нас уровень химизации в продуктах значительно ниже они начинают сейчас гнать под нашими этикетками собственное опять же химическое дерьмо иначе это не назовешь к примеру знаменитая Юпи вот разболтал и все кто разболтал в тех же пластмассовых бутылках знает что да они потом в бутылке принимают цвет этого Юпи и не вымываются больше кроме того была вскрыта следующая ситуация Италия которая нам это поставляла производила добавки радиоактивных отходов а затем что хранение или утилизация радиоактивных отходов стоит денег зачем когда у нас пожрут да 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 естественно вот эти все мороженое или прочие продукты баночное пиво ну хотя бы взяли и подумали какие же там находятся консерванты что это мороженое полгода или год хранится и в нем молоко не портится значит там столько дряни напичкано вот таким вот образом мы себя и травим то есть вот мы включили эту волну четвертую волну химизации против себя же самих не хватает этого включается следующий уровень раз мы не понимаем и не останавливаемся на вот этом уровне включается следующее это всевозможные катаклизмы в частности социально-политические и конкретные геоглобальные катаклизмы ну обратили внимание выборы чуба объявили перед этим день траура то есть программу Когольницкую тиражировали аварийность на всю страну и везде посыпались потом автобусы да где в пропасть где еще что-нибудь прошло тиражирование а именно в день выбора чубов на Ростов налетел ураган то есть просто так нет опять не думаем опять вперед опять мы будем строить осваивать разворачивать реки осушать болото из болота превращать в пустыню то есть мы вот все время в бурном таком подъеме и в этом году посмотрите землетрясение наводнения пожара наводнения землетрясения пожара в Амазонке на 8 метров вода поднялась на днях нет опять не думаем штаты вообще в этом году не просыхают их все время заливают 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 нет вперед досрочно построим досрочно освоим не думаем то есть включается вот эта сеть глобальных уже способов уничтожения и скажем так на астральном плане уже не существует Японии Соединенных Штатов Франции Англии Восток весь они уже отсутствуют но когда курице голову отрубят и бросят она еще там 4-5 минут бегает и хлопает крыльями то есть вот состояние этих стран то же самое в принципе если бы не полное подчинение вот американской промышленности сейчас нашему нашим сферам правительства то есть в принципе американская промышленность вся экономика штатов полностью подчинена нам уже 70% акций всех крупнейших монополий принадлежат нашим это так для нас клоунов показывают понимаете и вот этот долларовый коридор так называемый это искусственное вытягивание и занижение инфляции в штатах если бы не было вот этого перекачивания сейчас к нам долларов ну не просто так жванецкий там и задорно все они шутят если бы русские сейчас взяли сложили все свои доллары то элементарно выкупили вообще весь мир вообще но рано или поздно это все закончится то есть сейчас у нас находится потенциал в управлении всем миром фактически хоть внешне мы выглядим дурачками ну ну такова ситуация вот именно на смене эпох это было необходимо весь этот процесс почему это происходит то же самое мы с вами дальше будем разбирать и так вот эта волна глобальных таких потрясений не хотят люди опять задумываться включается следующая волна вот уже идет вмешательство внеземного разума но не из-за того что они такие обяки им бедным за миллионы световых лет необходимо как говорится слушать дорогая жене там детям своим ну пойми ну там там планета гибнет там такое развелось что мы обязаны вот сейчас все бросить и туда примчаться и они примчали все сюда к нам на землю нас идут там посыпают и облучают а мы ни в какую как те тараканы мы все равно и песенку поем и на марсе будут яблони цвести то есть представьте нас выпустить с нашим идиотизмом с нашим эгоизмом выпустить сейчас вот туда в многомерие на другие планеты к другим цивилизациям провели опрос во всем мире был произведен выборочный такой опрос кого больше всего боится человек один ночью в лесу 70% населения земного шара ответили человека то есть если даже животное появится еще как-то ничего если человек то первая мысль какая стрелять а представьте если мы попадаем на другую планету где отличные формы жизни отличные формы разума что мы первое будем делать так этих дустом посыпать этих запахать то есть естественно вот этот процесс и принял сейчас такой катастрофический характер но если даже вмешательство внеземного разума не поможет то извините наступит то о чем писалось в апокалипсисе Иоанна Богослова конец света вот мы уже через все вот эти кордоны прорвались понимаете мы вот сейчас подошли вот к этому то есть к необходимости уже фактически уничтожения нашей цивилизации очередной раз необходимости потому что никто практически не собирается думать все живут одним днем негатив не он льв не он он не он он Продолжение следует...